Знаете, в прошлую пятницу легли спать, и у меня такой сон был. Местеринская большая церковь, и Господь говорит к церкви и обличает ее. Обличает строго о том, что нет любви. Но я думал, к чему это? И в понедельник я улетел в Пенсильванию, в другой штат через всю Америку. И со мной сидел человек в самолете. Я пожилой, лет 75 ему. Я с ним общался, на разные темы с ним общались. Ну, естественно, я свидетельствовал о Боге, как только мог. И у него было две вещи, которые меня очень поразили. Это то, что он сказал, что он в Бога не верит. Ну, не это. Я ожидал это. То, что он в Бога не верит. Но и то, что он был, работал, он сказал, какие у него были профессии, что он был католическим пристом, ну, служителем. Вот. Много лет назад. И по всему миру присутствовал и служил. Вот. И другая вещь, что он настолько уверен, что евреи, изобретяне в Израиле, настолько они агрессивные, плохие, и то, что отношение к арабам, к мусульманам, что убивают, притесняют, обижают. Вот. И вот так вот он негативно был настроен к этому всему. Вот. В общем-то, есть даже такие вот люди. И потом, путешествуя по всей Америке, знаете, я увидел, на разговоре, общаясь с людьми, что у них не хватает… Вот им не хватает вот этого вот общения, да? Вот. Общения как с людьми, которые имеют веру. И не хватает вот этой вот любви Божией. Также имел возможность прослушать полностью весь Новый Завет и все послания апостола Павла и послания к евреям и откровениям. Вы знаете, на самом деле, этому миру не хватает любви, не хватает веры. Потому что мы спасаемся верою и призыв апостола Павла и призыв, в общем-то, нашего Господа еще любить. Потому что если мы любим, мы не крадем. Если мы любим ближнего, мы не обманываем. Если мы любим ближнего, мы не полюбодействуем. А потому что это любовь ему останавливает нас. И знаете, написано в последнее время, что любовь охладеет. Вот. Брат на брата и сына отца. И, в общем-то, я думаю, что этому миру на самом деле не хватает нашего свидетельства, нашей любви, нашего отношения. Потому что с кем не начнешь, вот просто спросишь, как у него дела, по телефону с общения, да. Вот. А у них или улыбка, или хорошее какое-то слово, оно очень, очень людей ободряет. Мы должны просто нести это слово, нести любовь, нести нашу веру. Вы знаете, мир прекрасен, потому что его Господь создал. И, как вот недавно я прочитал, что если, например, у тебя на банковском счету там 80 с чем-то тысяч, и у тебя украли 10 долларов, ты, ну, не сильно расстроишься. Вот. И будешь дальше жить. То же самое, как вот у нас нам в день дается 80 с чем-то тысяч секунд. Если 10 секунд кто-то тебе что-то испортил настроение, ну, let it go. Отпусти. Отпусти, забудь и живи дальше. Да.